Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги», глава Аляар, «На горе». И, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте. Мы продолжаем эту главу. В ней говорится о законах, которые Творец передал через Муше народу. То есть мы с вами говорим все время о том, что это такое в человеке. То есть, когда у нас существует гора эгоизма, это та же Вавилонская башня, только сейчас она в виде горы. И мы можем получить с ее вершины, над эгоизмом находится там высшая сила, которая нам говорит о том, каким образом мы можем эту гору переварить, реализовать так, чтобы из нее получилась святая гора, Арабайт. Это вот об этом разговоре? Да, да. Гора Мурия. На которой будет построен храм. Да. Потому что храм – это тот сосуд, который мы можем воздвигнуть над нашим эгоизмом, в котором проявляется Творец. Поэтому вот аллегорически это гора, на горе храм, сосуд, внестилище Творца. Вот такое вот видение. То есть, когда говорится, что через Муше Творец передавал, это именно это, он говорит, в гору, это вы можете обработать вот так, он говорит, да? Да. То есть, если вы стоите у ее подножья, если вы готовы любить друг друга, быть как один человек с одним сердцем, и обязательно с взаимным поручительством, тогда вы получите свет, который будет вас исправлять, который называется Тура, и тогда вы сможете всю эту гору перелопатить на то, чтобы из нее, из эгоистической горы, из горы Синай, Сина, ненависти, стала гора любви. И над ней вы сможете создать мне дом. И что ж тогда? Вот тогда можно над нее подниматься в таком случае? Вы сами поднимаетесь, обращая, да, обращая это, сами строите храм. То есть, был тот закон, как бы, не приближаться к горе ненависти, там был целый закон, и там только Муше может подниматься. Это во время вручения Торы. А затем нет, а затем эта гора вообще, после того, как поручили Тору, эта гора совершенно лишается своей святости, да. Да, и она ничто и никто. Ты можешь сейчас ехать туда в Синай, смотреть на эту гору, пасти на ней коз, овец, коров. Ничего не чувствовать. Да, извиняюсь, делать там все, что ты хочешь, ничего не чувствовать. Это гора святая только тогда, когда человек получает Тору. А когда он ее не получает, то это эгоизм, ничего иного. То есть, вот так Творец через Муше передает законы, как эту гору превратить в святую. Да. То есть, как там построить храм. И вот он говорит следующее, мы с вами часть прошли, а дальше здесь говорится вот что. Если обеднеет брат твой и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец он или поселенец, и будет он жить с тобой. Не бери с него проценты и роста, и бойся всесильного твоего, чтоб жил брат твой с тобой. Вот если можно, что такое, если обеднеет брат твой, придет в упадок, то поддержи его. Ну, это все уже разъяснение законов из любви ближнего, как себя. Что такое брат во мне? Братом вообще называется любое состояние родственное, которое находится относительно тебя, сопутствующий тебе в системе связи между душами, с которым ты обязан быть связан для того, чтобы производить совместные действия. Ну, у нас есть система связи между нами, между всеми вообще существующими желаниями, которые разорвались в разбиении души, и которые затем должны связываться. Вот связь родственная, ближайшая связь между этими осколками, это называется связь между братьями. Брат еще подразумевает один корень, одного отца как бы, да? Ну, мы все поднимаемся к одному отцу, то есть мы вообще в итоге все братья, только тут каждый раз проявляется разная степень, как бы родства, взаимной зависимости, а потом это все сливается в одно единое целое. То есть то, что говорится, раб, пришелец, другие народы. Различные состояния душ, которые должны прийти к соединению и к единству, такому, что нету и ни братьев, ни родителей, ни детей, ничего, а просто одно единое целое. То есть будущее мира, это нет этих разделений никаких? Никаких абсолютно. Нет изменений в наших отношениях, поскольку они прошли все эти исправления и достигли полного совершенства, поэтому все остается уже как постоянным. А вот пока это существует, пока есть это разделение? Пока оно существует, то мы обязаны быть, устремляться к связям и к связям от более внутренних к более внешним, потому что более внутренним их легче исправить, чем более внешним. И от всегда более легких состояний к более тяжелым мы должны идти в нашем исправлении. Дальше следующее говорится. «И если обеднеет брат твой у тебя и продан будет тебе, не порабощая его работой рабской, как наемник, как поселенец будет он у тебя, до юбилейного года пусть работает у тебя. А тогда отойдет от тебя он сам и сыновья с ним и возвратится к семейному своему и во владение отцов своих вступит опять». То есть, если существуют у тебя такие желания, которые не способны существовать отдельно, ты обязан держать их при себе, ты обязан их обучать, ты обязан их серьезно обучать давить, ну, так, чтобы поставить их на ноги. И после этого, когда ты полностью закончишь над ним свою работу, над этим желанием или, ну, всяким конглаборатором, таким, в общем-то, сборным узлом желаний, то после этого это отходит уже как самостоятельная часть от тебя и продолжает свое существование. То есть, что дает? Всегда мы говорим желаниями, мы не говорим о телах, мы говорим о схеме, в которой огромное желание раскололось на огромное количество частей, на 600 тысяч частей. И эти части должны соединиться в итоге друг с другом так, чтобы представлять собой снова единую часть, хотя внутри находится их эгоизм, их взаимное отторжение, все это остается, но оно покрывается любовью, нейтрализуется любовью. И поэтому получается, что тот огромнейший эгоизм и та огромнейшая любовь, которую они тут сгенерировали между собой, благодаря этому эгоизму, это все остается и добавляет мощи внутреннего постижения, внутреннего объединения с Творцом. Вот так это все и происходит. То есть, все эти проблемы, которые возникают, они только для того, чтобы ярче выпуклить это состояние, называемое единством, нашим единением с Творцом. То есть, все вращается вокруг этого абсолютно. Ничего другого нет. Очень все просто. Очень все просто. И вот, ну понятно, то есть, вот эта обработка до вот этого состояния, постоянно как молишься, до состояния этого единства. Дальше вот что. Дальше говорится о рабах, о братьях, как бы мы прошли с вами немножко. То же самое, то есть, другие какие-то желания, которые на самом деле не могут быть самостоятельными вообще, и поэтому они как бы продаются в рабство. То есть, я согласен, чтобы надо мной, как над маленьким ребенком, допустим, властвовал кто-то большой, который бы меня бы, не как с ребенком, а как со мной большим, то есть, во мне существует зло. И я хочу, чтобы он надо мной работал. Я хочу, чтобы он мной руководил. Чтобы он надо мной властвовал. Да, потому что иначе я буду идти плохим путем. Это тогда ты называешься рабом. Да. Это желание называется рабом. Это добровольно. То есть, она осознает, что она хочет быть под властью. Вообще, мы немножко не понимаем, что такое рабство. Рабство – это состояние добровольное. До тех пор, пока ты желаешь быть рабом, ты им остаешься. А после этого ты должен доказать, что ты хочешь выйти из рабства. И тогда ты выходишь. Вот и на примере нашего рабства и в Египте. И на примере нашего рабства в эгоизме. Ну, это то же самое. Это олицетворение этого. Если ты желаешь покинуть эгоизм, пожалуйста, только прививи, так сказать, желания свои. На что ты способен? Способен ли ты жить самостоятельно, без эгоизма? То есть, добывать себе наполнение, пропитание, развитие этого процесса. Для чего, во имя чего и так далее, если не во имя эгоизма. Явно ли тебе, понятно ли тебе, что это во имя Творца. Как это должно идти дальше. Вот это все ты должен предъявить. После того, как ты это показываешь, пожалуйста. Так по этой внутренней версии, если раб хочет, чтобы у него был хозяй. А они так и были, кстати говоря, эти рабовладенческие состояния. Это было не покорение. Ну, сладостное состояние, хорошее. Для чего бы из него выходить, объясните мне, пожалуйста. Вот именно поэтому ты и должен показать, что я способен, я уже взрослый. Я могу сам заботиться о себе. Я хочу прокормиться сам. Я хочу заботиться о себе сам и о своей семье. Мне не нужен начальник или хозяин, который будет руководить. Я готов руководить сам. Для чего тебе это? Да. Зачем? Живи спокойно. Ты видишь сейчас 7 миллиардов людей. Все хотят быть рабами. Ни одного из них нету, который хотел бы быть самостоятельным. Вместо творца, пожалуйста. Вместо творца это значит заботиться обо всех. Кто-то хочет этого? Да ради бога, никому это не надо. Да. Есть потрясающая статистика о русской деревне. О Белгородской области. Потрясающе. В принципе, это желание подавляющего количества. В принципе, нет никаких лидеров. На самом деле это везде в мире. Я знаю эту статистику и вообще о русской душе, которая желает просто обычного такого коммунального состояния, когда живет маленькая деревня, крутится между собой, варится между собой. Друг другу помогают, друг друга спасают, друг другу так это. И вот в этом, не выходя из этого маленького круга, для них весь мир в этом состоянии существует. Больше ничего. А то, что в ней, им это и не интересно. Вот именно выводы об этом маленьком круге. Маленький круг существует, а большого нет. А большого не могут. Не могут. Потому что большой круг я уже должен выходить из себя. А в маленьком круге я чувствую всех остальных как себя. Поэтому это вроде бы я из себя не выхожу. Вот это именно эти выводы. Да. И получается, что общество еще недоразвито. То есть сосед мне поможет, а председателя нет. То есть вот этот сосед, с которым я близко, я с ним нахожусь в этом состоянии. Да, да. Так они чувствуют свою общность. То есть только того, кто равен мне. Только того, кто как я. Мне перед ним не стыдно. Мне перед ним ничего не... Главное, чтобы я был таким, как он, а он таким, как я. Вот за этим, за всем мы пристально следим. Вся цель нашего существования заключается в том, чтобы прокормить наше животное, а человека поставить в состояние, когда он и все остальные абсолютно равны. И здесь вот получается в такой общности такой натуральный коммунизм. Это очень интересное состояние. Жизнь необходимым. Только жизненно необходимым. Больше ничего не надо. Не надо ничего. То есть они существуют по законам, по естественным законам правильной природы. Очень интересно. Да. То есть у меня есть там на зиму пять мешков картошки, два мешка капусты. Мне ничего больше не надо. А для чего я еще пойду сейчас работать, на кого-то пахать или кого-то вспахивать? Мне не надо ничего другого. Все. Да и соседи на меня как будут смотреть. Чего это я вдруг рвусь за пределы моего круга? Да. Мы живем вот так. Ничего больше нет. Вот махорку я себе расчу. Вот капуста. Вот картошка. И все. Ничего другого. Действительно. Об 70-80% не хотят даже, чтобы увеличили их участок. Вот немножко. Недостаточно моего участка. Это и есть тот народный коммунизм, который проявляется на животном уровне, как животное в лесу. То есть они едят сегодня, едят завтра, завтра пойдем найдем. А у людей, ну, немножко это по-другому. Они знают наперед, что надо, но минимально необходимое для жизни. Это такое состояние. Поэтому Россия это не Европа. Это не Европа. Но это очень интересное состояние, кстати говоря. Можно ли ее поднять? Надо пробовать с помощью кабалы. Потому что она начинает развивать желание не в отрицательную сторону в эгоизм, а в положительную сторону в альтруизм. И тогда это может быть возможно. Но в равной степени у них будет возрастать и альтруистическая составляющая, и эгоистическая составляющая. И вот так они будут расти потихоньку. Но это надо работать. Это очень интересно. Вот вслед за этим исследованием начать работать с ними. С этой Волгородской области. Белгородская область. И провести с ними занятия наши, но именно работать с ними в течение года, может быть. И провести затем следующее исследование. Это очень интересно. Как изменится состояние? Здесь интересно. Здесь социологов призвали, те, которые хотели бизнес раскрутить мощный. И они поняли, что никак не могут завести этих людей. Нет, бизнес нельзя. Бизнес для таких людей означает выход из равновесного состояния. То есть я сейчас испытываю себя, я сейчас нахожусь, я ощущаю себя в правильном состоянии. Мне хорошо. Мне ничего больше не надо. Вот у меня есть эти обноски, вот у меня есть вот эти объедки. Вот у меня есть вот это вот, немножко рушится немножко что-то. Я там подправлю, подставлю какую-нибудь там доску, чего-нибудь там, чтобы не упало. И буду продолжать и так же жить. То есть именно пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть если будет только очень необходимо, то есть будет уже жизненно необходимо, тогда это меня вынудит, заставит что-то сделать. Там дом поправить, там еще чего-то. А так нет. Только все поддерживается. А этот уровень, ведь Каббала говорит о нем. Только не в таком виде. В таком, я бы сказал бы, анархистском, что ли, виде. Когда мне абсолютно все не важно. Кроме моих соседей. Кроме моих соседей, да. А Каббала же говорит о том, что следующее состояние, правильное состояние человечества, это забота о себе и о других, только на необходимом для проживания, для существования уровне. А все остальное идет во внутреннее развитие. То есть если мы подойдем к этим людям, и мы начнем с ними работать на их внутреннем развитии, не выводя их из того блаженного состояния, в котором они находятся, вот они работают на себя, а он считает, что вот, все, а больше мне не надо. И на этом заканчивает. То он будет продолжать работать так на себя. А теперь мы будем продолжать только душу развивать. То есть что получится? Начнем в них развивать душу. Ну и будет добавляться эгоизм тоже, естественно. Вот эгоизм будет добавляться духовный. Духовный. А не материальный. Вот эти бизнесмены, которые как бы провели эту статистику, они поняли, что они могут взять этот народ только близкими вот этими соседями, только ответственностью за вот этого вот соседа. Так они друг другу ответственны. И так они начали потихоньку строить бизнес. Там, там, вот в этой Белгородской области. Мы сейчас с вами говорим... Ну и что, так продолжаются работать? И началась потихоньку работа. Когда они поняли, что они не могут их заставить. Когда они не могут им дать там отдельные участки. Они поняли, привели этих статистических психологов и поняли, что они могут только на вот этой взаимной ответственности. Вот я и мой сосед. Вот он ответственный перед ним. Ну, дело в том, что я боюсь, что потом произойдут восстания. Кружина выпрыгнет, да? Да, как латифундисты там и эти прочие. То есть, будут ломать машины. Да, это может уйти. Но об этом они еще не говорят. Но об этом мы прочитаем потом. Скажите мне, пожалуйста, вот это состояние, оно называется рабским? В понимании... А как они существуют? Это не рабство. Не рабство. Нет. Для них это ощущение свободы. Я заботюсь о себе. И только. И только. Ну, а там помогаю своему соседу, как ты говоришь. Потому что он мне поможет, если трудно. То есть, это как одна семья. Очень хорошо, да. Вот. И поэтому об большем я и не думаю. А зачем мне думать о большем? Поэтому я свободен. То есть, вы говорите, если добавить к этому духовную составляющую, можно расширить потихоньку круг этот, да? Нет, не надо расширять. Зачем? Надо только увеличивать связь между ними. Увеличивать связь между ними. Да. То есть, они живут для того, чтобы чувствовать себя блаженно. Друг с другом, там, и так далее. Мы внесем эту блаженную составляющую между ними на самом деле. То есть, он не будет чувствовать свою зависимость от соседа. И не будет чувствовать, что он обязан соседу. Он будет чувствовать, что в той же мере сосед обязан ему. Иначе не проявится взаимность. Так что, я думаю, здесь очень интересная, может быть, работа с такими людьми. Но подъехать к ним надо, интересно, осторожно. Понятно. Но это не то рабство, о котором мы говорим. Потому что то рабство, оно добровольное. Человек, который не может обслуживать свой эгоизм сам, он идёт в подчинение к другому человеку или к другому большему эгоизму. И как бы прилипает к нему, готов работать вместе с ним на его эгоизм, на эгоизм большого. Потому что в таком случае большой будет ему, будет его защищать, будет его за ним ухаживать. Как ребёнок. Ребёнок расплачивается ведь с родителями, он даёт им наслаждение. Но это природа так сделала. То есть я даю наслаждение своим родителям, и в ответ родители заботятся обо мне, о своём ребёнке. А если бы приёдра не сделала этого, что я даю своим присутствием, просто своим существованием наслаждение родителям, они бы обо мне не заботились. Так что здесь раб, он даёт наслаждение своему хозяину, он готов работать на него, а хозяин берёт на себя ответственность за его жизнь. За его обеспечение, за всё. Вот тут говорится, а твой раб и рабыня твои, для того, чтобы они были твоими. У народов, которые вокруг вас, у них покупайте раба и рабыню. Что это значит у народов, которые вокруг вас? Не только. Есть и рабы из своего же народа. Там есть дальше об этом. Это целый трактат, серьёзнейший. Потому что Талмуд, он объясняет состояние эгоистическое, которое мы проходим. И одно из этих состояний, причём очень серьёзное, большое состояние, это рабство. Рабство в эгоизме, рабство эгоизма. Дальше говорится вот что. Также из детей поселенцев, проживающих у вас, у них можете покупать. Из семьи их, которая у вас, из тех, что они родили в стране вашей. И они могут быть вашей собственностью. И можете передавать их в наследство сыновьям вашим после себя, чтобы они наследовали их как наследие. Навсегда можете порабощать их. А над братьями вашими, сынами Израиля, никто да не властвует над братом своим с жестокостью. С жестокостью. Но вообще есть такое состояние, когда брат твой, ну не брат, в таком смысле, он является рабом твоим. Ну вот это вот, ещё раз, буквально тут несколько слов. Вот что значит, вот тут прямо целые семь строчек были о том, что и детей их, и они, чтобы и властвовать ими. И даже написано, передавать их в наследство, чтобы они наследовали их как наследие, навсегда можете порабощать их. Что такое навсегда? Я совсем не ощущаю это, как говорящиеся что-то о людях. Да. Потому что это, об этом нет речи, о взаимоотношениях между людьми. Потому что взаимоотношения между людьми, они происходят всё равно автоматически в соответствии с нашей природой. С тем, что заложено в нас. Поэтому, какой смысл об этом говорить? Ведь всё, что мы говорим, мы говорим только о состояниях, которые в нас происходят. Главное, в человеке, внутри человека. Тора обращается к человеку лично. И вот те состояния, которые мы проходим, как рабы своих желаний, или вольные граждане своих желаний, или руководители, начальники, или творцы своих желаний. Это всё и является темой нашего развития. Насколько мы на самом деле можем подняться над своим эгоизмом. То есть, вот эти вот категории существуют. Да. Категории относительно эгоизма. Относительно эгоизма. Только лишь. А кроме желаний ничего нет. Кто такой Муше в таком случае? Муше – это тот, как желание высшее, находящееся внутри эгоизма, которое рождается внутри эгоизма, и затем вырывается из него. Настолько, что может потащить за собой ещё и тот народ, то есть те желания, которые могут за него стремиться. То есть, не один он выходит из эгоизма. Фараон предлагает. Он говорит, Муше, Арон, иди отсюда вы. Что вам делать здесь в Египте? Прошу. Муше вообще там 40 лет был у Итро, ну и оставался бы. Что-то пришёл. Да чего ты будоражишь народу. Да, потому что братья мои здесь. Ну, так ты, дорогой мой, что ты хочешь забрать от меня ту часть, через которую я получаю свет? Это фараон говорит? Да, фараон говорит. Это нечестно. Он получал свет через народ. Через Израиль, да, поэтому он обогатился, поэтому и не желает отпускать. Так что, а сама эта точка, Муше, пожалуйста, иди. Ты и так не относишься к Египту. Ну, 40 лет тебя не было, снова пришёл. То есть, по отношению даже, вот вы сейчас как-то сказали, и мне стало всё понятно, более-менее. То есть, по отношению к этому эгоизму, который назывался Египтом, там были рабы, был фараон, был Муше, был Юсеф. Как-то он относился к этому. Это вот именно отношение вот так вот к своему эгоизму человека. Конечно. И в нём вот эти вот все желания. Юсеф, фараон. Но самое главное, это фараон. Фараон. Да. И извлекая из него свой народ, то есть, свои желания из-под намерений ради себя, извлекая желания и переводя их в намерения ради Творца. Это значит, я выхожу за пределы Египта. То есть, вот этот вот круг, ты видишь? Да. Внутри него царствует фараон. А здесь находится желание, которое находится под его властью, никуда не денешься. Вот мне надо это желание вытащить оттуда, за пределы круга. А здесь власть Творца, а там власть фараона. Желание может быть только под властью фараона или только под властью Творца. Иначе никак. Значит, я должен создать здесь такие условия внутри Египта, чтобы я мог вытащить это желание снаружи. То есть, чтобы это желание согласилось следовать за мной. То есть, я должен ослабить влияние фараона на эти желания. Это значит, дать ему 10 ударов. Я должен эти желания сами, этот народ так называемый, поместить в тьму. В такую, чтобы они не видели там никакого просвета в своей жизни. Чтобы что-то их выталкивало. Да. И вот тогда я могу их собрать и вытащить. А вот это у нас как... Власть фараона. Ямсуф, это да, как море. А это, да, это граница, переход. Переход. Вот. Так что, тут задача у нас такая, задача у нас простая. Ну что, на этом мы закончим нашу передачу на выходе из власти фараона. Дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Мы будем еще дальше пройдем эту главу на горе. Есть уже еще несколько законов, которые мы там обязаны называемые постичь. Будьте с нами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok